девочки привет сегодня сделаем нашумевший интернет дизайн пришедший к нам от корейских мастеров с эффектом битого стекла вот как мы могли забыть пробитое стекло видите ли мода на него прошла я уверена вы его давным давно убрали в дальний ящик и подумали ну может быть когда-нибудь пригодится а вот пригодилась доставайте что у вас есть в ваших запасах и так битое стекло я подготовила на самом деле вы можете его нарезать как угодно как хотите камуфляжем перекрыли ноготочки и будем наносить втирку лайфхак чтобы втирка вас не разочаровала мы должны нанести ее на топ без липкого слоя мы сушим по два ноготочка в лампе 30 секунд и сразу наносим втирку потом еще два ноготочка в лампе и опять сразу наносим втирку сюда очень подходит поговорку и железо пока горячо в нашем случае пока топ топ горячий он очень хорошо принимает втирку после нанесения втирки перекрываем тонким слоем базы и выкладываем битое стекло в принципе и и и и и и и и Битое стекло нанесли, отправляем ногти в лампу, полимеризуем и потом закрываем стекло опять слоем базы. Сушим в лампе, теперь проверяем поверхность ногтя, естественно она не гладкая, мы должны довести до гладкости либо мелко абразивной пилочкой, либо бафом. В идеале у нас должна получиться гладкая ровная поверхность ногтя, чтобы не было никаких уголочков, выступов, чтобы клиенту было удобно, но и чтобы дизайн носился долго. Завершающий этап перекрываем топом без липкого слоя и смотрим результат. Скажу, что для этого дизайна больше подойдут жемчужные втирки и битое стекло более нежных оттенков, чтобы эффект он был как бы более такой сглаженный, без резких переходов, но я воспользовалась тем, что у меня под рукой, поэтому получился такой результат. Я думаю, что тоже смотрится очень интересно, поэтому дерзайте, пробуйте и у вас все получится.